Всем привет! Всем привет! Если вы смотрите это видео, то скорее всего у вас проблемы с поиском Windows 10. То есть вы ничего не можете ввести в строку поиска. И в некоторых случаях это бывает тоже, когда вы заходите в мой компьютер и у вас вот здесь поиск не работает. Что в этом случае сделать? Я покажу несколько способов. Поехали! Для первого способа необходимо вызвать диспетчер задач. Кликаем правой кнопкой мыши, выбираем диспетчер задач, дальше переходим в службы, опускаемся ниже и открыть службы. И здесь находим службу, которая называется Windows Поиск. Вот она. Кликаем два раза левой кнопкой мыши, тип запуска ставим автоматически, применить, затем запустить и ОК. И проверяем проблему. Если этот способ не поможет, переходите к следующему. Заходим в панель управления, для этого нажимаем сочетание клавиш Windows Plus R и пишем Control. Здесь ставим крупные значки. Если у вас стоит категория, выставляете крупные значки и параметры индексирования. Кнопка дополнительная. И нужно перестроить индексацию. Когда вы нажмете вот эту кнопку, у вас произойдет удаление и перестройка старых индексов на новые. В некоторых случаях это может занять длительное время, поэтому подождите. Нажимаем ОК. Индексирование завершено. Проверяем теперь свой поиск. Если проблема не устранилась, переходим в устранение неполадок. Здесь выставляем галочки, которые касаются вашей проблемы. Ставим не удается начать поиск. И нажимаем Далее. Предлагает попробовать от имени администратора. Конечно же. Еще раз выставляем эту галочку. Далее. И после чего закрываем. Проверяем проблему. Следующий способ. Открываем PowerShell от имени администратора. Правая кнопка мышь. Диспетчер задач. Файл. Запустить новую задачу. И пишем PowerShell. Обязательно поставьте галочку Создать задачу с правами администратора. И ОК. Теперь пишем первую команду. Все команды будут в описании под видео. Нажимаем Enter. И еще одна команда. Снова Enter. Этот процесс не быстрый, поэтому наберитесь терпения и подождите. Если появятся какие-то строки красным, не обращайте внимания. В принципе на этом можно и закончить. Закрываем PowerShell. Перезагружаемся и пробуем поиск. Если это не поможет, возвращаемся снова в PowerShell и вставляем еще одну команду. Нажимаем Enter. Снова закрываем PowerShell. Перезагружаемся. Проверяем проблему. И последний способ, который не касается поиска. Он скорее связан с вводом текста через языковую панель. В некоторых случаях это может помочь. Нажимаем сочетание клавиш Windows Plus R. Пишем вот такую строку. Нажимаем Enter. Все строки и все команды будут в описании под видео. Опускаемся ниже. И находим вот этот файл. Отправляем его либо в документы, либо на рабочий стол. Снова нажимаем сочетание клавиш Windows Plus R. И вставляем вот такую команду. ОК. Теперь переходим к файлу, который мы переместили в документы. И переносим в эту папку. После чего перезагружаемся и проверяем вашу проблему. Вот эти все способы, надеюсь, вам помогут в решении вашей проблемы. Жду ваши комментарии. Увидимся в следующем видео уроке. Всем всего хорошего. До свидания. Продолжение следует...